Огонь не пройдет. На горно-химическом комбинате состоялась тактико-специальное учение по защите объектов предприятий от лесных пожаров. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, генеральный директор ГХК Петр Гаврилов, открыв учение, направил на предполагаемое место аварии оперативную группу для оценки сложившейся обстановки и выработки предложений по ликвидации чрезвычайной ситуации. По легенде, во время разгрузки вагона-контейнера, перевозящего Аят на юго-востоке от затопно-химического завода, наблюдаются клубы дыма вблизи от границы объекта. Предположительная причина – лесной пожар. Таких у нас масштабных пожаров-то не было в нашем конкретно городе. Но вот здесь мы отработали взаимодействие с предприятием объекта, что они свои силы и средства привлекали на тушение условного пожара. Мы свои силы. И вот это само взаимодействие. Организован штаб и пожаротушение, и КЧС. Поэтому вот это в основном действия были отработаны. ГХК во второй раз стал базовой площадкой для проведения подобных учений. Их основная задача – отработать взаимодействие всех служб формирования ГУ и ЧС предприятия. И не только. При необходимости, по словам специалистов, имеющаяся на вооружении ГХК техника запросто может быть переброшена в любой регион. Цель – показать еще дополнительно вживую погрузку сил и средств аварийно-технического центра на железнодорожную платформу для доставки в любую точку России. Новое на сегодняшний день – это участие лесопожарного агрегата, который мы закупили в 2011-2012 году за счет средств госкорпорации. Это были выделены финансирования на пожаротехническое имущество. Да, он впервые в этом году участвовал и показал по всем данным отличные результаты. За этими учениями наблюдали 70 человек – специалисты аварийно-технических служб, ответственных по делам ГУ и ЧС, предприятий, отрасли, а также представители департамента ядерной и радиационной безопасности госкорпорации «Росатом». Зная возможности горно-химического комбината, его большую территорию, его сложности, это наиболее интересный момент проведения сборов здесь. И по моей оценке, и по оценке участвующих, мы проводим здесь второй раз сборы, проводили в 2011 году и решили вернуться в этом году, чтобы еще раз намного пришло новых товарищей, показать, как горно-химический комбинат готов к нештатным, чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне, чтобы все посмотрели на его и применили свои знания уже на практике у себя. Тактика, специальные учения на ГХК прошли успешно. В целом, надо отметить, что пока ситуация с лесными пожарами в нашем регионе более-менее стабильная. Однако, кто знает, с такой-то погодой. Но в любом случае, как в этом убедились специалисты, а после просмотра данного сюжета и наш телезрители, огонь не пройдет.